В тиши берега, где скалы бедра не помеха, на кручек таких, на какие никто не прыгнет. Со сцены русского драматического театра звучат самые популярные песни Владимира Высоцкого. Любимые тексты под гитару сегодня исполняют больше десятка музыкантов. Традиционным на вечере памяти стало выступление гостей из Ташкента, дяди Сэма Леонида Пузырева. Он родился 25 января, в один день с Высоцким. И вот уже несколько лет в этот день приезжает в Шумкент, чтобы исполнить песни любимого автора. Владимир Высоцкий вошел в историю как автор и исполнитель песен, поэт. На его творчестве выросло не одно поколение советских людей. Высоцкого ценили за остроту языка, гражданскую позицию. Ведь в своих песнях он поднимал те проблемы времени, о которых не осмеливались говорить с трибун. Только на кухнях, да и то с оглядкой. За нами гонится эскадра по битам, на море ждим и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан, еще не вечер, еще не вечер. Изюминкой вечера стал показ фильма о гастрольном времени Владимира Высоцкого в Кентау. Его зрители Шумкента увидели впервые. На показе присутствовал и автор картины Владимир Хаев. Пребывание Высоцкого в Кентау действительно уникально, потому что очень многие-многие города в Советском Союзе, как мы и говорили, например, Свердловск миллионный, не имел такой чести услышать Высоцкого живем на сцене. В Кентау это происходило, и пройти мимо такого случая было просто невозможно. Для кого-то вечер памяти Высоцкого – традиционное представление. Другие посетили его сегодня впервые, но неизменным остаются впечатления. Понравился, мы очень довольны, что я уже не первый год хожу, и очень довольна. Фильм запомнился о Чемкенте, о Кентау. Изумительно, очень много знакомых, близких. Мы часто дома собирались, вспоминали, или песни. Но вот сегодня мы как-то собрались здесь. Я первый раз на концерте, в принципе, концерт удачный, мне понравилось, буду приходить еще. Вечер памяти Высоцкого каждый год собирает полный зал зрителей. Многим даже не хватает мест. Не хочется загадывать, но хотим в следующий год поработать с цирком, поскольку на сегодняшний день зал уже настолько маленький, и желающих было гораздо больше. Так что нам нужен зал уже тысячник. Я думаю, аншлаги будут все равно. А мы будем, конечно, готовить программу. Взяться за такие программы и на материале Высоцкого – это беспроигрышный вариант. По традиции, празднование дня рождения Высоцкого не уложилось в график, и выступления продолжались до позднего вечера, чему зрители, кажется, были только рады. Анастасия Новикова, Ильдар Женусханов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отерар».